Я уверен, что этот год будет совершенно другим, не похожим на прошлый. Помните, я в этом видео в своём, да, ныл, плакал, говорил, «Господи, я провёл всё Рождество в одиночестве, я наряжал ёлку в одиночестве, я разряжал её в одиночестве, я отмечал Новый год, чувствуя себя одиноким». Это было ужасно. Я уверен, что этот год будет совершенно другим. Вот совершенно. Возможно, я буду наряжать ёлку в одиночестве, возможно, я буду разряжать её в одиночестве, возможно, Новый год, новогоднюю ночь я проведу один в компании фильма «Мама Мия» Мэрил Стрип. А разница будет в том, что я не буду ныть и грустить. Я считаю, что это большой прорыв. Ну, а серьёзно? Серьёзно. Сегодняшняя, кстати, тема, она будет посвящена тому, что мы чувствуем себя такими, какими мы хотим себя чувствовать. Понятно, что наше вот это вот такое БДСМ, садамаза, желание быть несчастными, быть жертвами, это нормально для многих людей. Иногда хочется пострадать, иногда хочется почувствовать себя одинокими. Это, в принципе, тоже своего рода какое-то наслаждение, охлаждение, да, можно сказать. Сегодня я хочу, прежде всего, вас вдохновить. Есть два варианта у нас. Мы там плывём на Титанике, да, мы тонем. Есть два варианта. Либо мы смеёмся и танцуем, и тонем. Либо мы плачем и жалуемся на свою жизнь, и тонем в таком негативе. Ну, смотрите, есть два варианта. Мы тонем позитивно или тонем негативно? Давайте выберем. Ну что, давайте петь и танцевать, и веселиться, знаете. По-моему, вот первый вариант, он интересней. Я вот подумал о том, что с одной стороны позитивное мышление и такая вот лёгкость, во-первых, прямо пропорционально влияет на нашу реальную жизнь. И даже если вам плохо, то с лёгкостью отнестись к этому и посмеяться, потанцевать, поверьте мне, в реальную жизнь тут же это придёт в виде какого-то интересного предложения по бизнесу. Может быть, кто-то обратит на вас внимание. Знаете как, что мертво, умереть не может. Вот я, в частности, думал, так, у меня там, я делал то, что мне не приносило денег. Ага, я чем-то был недоволен. Ага, у меня там проблема. Угу. Ну, смотрите, очень легко всё изменить. Во-первых, давайте чётко скажем себе. Сейчас. Вот на таком примере. Например, меня раньше бесило то, что очень много блогеров покупают себе там в Инстаграме комментарии, да, в этих всяких форумах участвуют там, друг другу пишут комментарии, покупают себе подписчиков. Меня ранее это немножко подбешивало. Я думал, блин, я вот не покупаю подписчиков, мне жалко денег, честно скажу. И мне не заказывают рекламу, потому что любой студент купил себе по миллион подписчиков. И понятно, что я по сравнению с ним уже падаю в рейтинге, ну, в глазах каких-то рекламных агентств. Тут в чём проблема? В том, что я стал занижать свою самооценку. Да мне плевать, сколько у него подписчиков, сколько у него подписчиков. Я абсолютно ровно отношусь к людям, которые кайфуют от этого вот виртуальной популярности. Сам себе купил подписчиков, сам себе поставил лайки. Сам себе, извиняюсь за выражение, подрочил. Он кайфует, но я не должен страдать из-за этого. Человек себя удовлетворяет. Почему я страдаю? Каким образом я страдаю? Это может быть зависть, это может быть ревность, это может быть заниженная самооценка. И я стал думать, почему, когда ко мне обращаются заказчики, я так себя дёшево ставлю. Я так себя дёшево веду. Я им говорю, ну, видите, у меня, да, у меня там какое-то количество подписчиков, но не настоящее. Ой, видите, я вам сделаю какой-то там логотип, стиль дизайнерский. Ну, я как дизайнер, да. Я вот делал для таких звёзд, у меня много хороших работ, портфолио. Пфу ты, пфу ты, дешёвка. Да никто из нормальных заказчиков не будет общаться с тобой, если ты себя так ведёшь. Как надо, рассказываю. Во-первых, пусть у студентов, этих анонистов, будут миллионы, сотни тысяч, десятки тысяч подписчиков фейковых. Плевать. Чтобы самооценка ваша не спустилась, включайте своё имя. Приходит заказчик. Вы говорите. Вы размещаете рекламу или можете разместить её не в профайле, где 10 тысяч человек, 20 тысяч человек, ну, у кого как, 30 тысяч, да. Вы размещаете в моём профайле, моём, у меня. Это Шанель, да. Понятно, что всё по 36 больше народа ходит, чем магазин, чем бутик Шанель. Это не значит, что ваш магазин Шанель, он хуже, чем всё по 36, там, или как он фикс прайс. Заказчик должен размещать рекламу у вас, на вашем имени. У вас есть имя, у вас есть аудитория, вам верят. А остальные нюансы вас не касаются. Вы можете всегда сказать ему «гудбай». Если, вот очень важный момент, придёт 5 человек, будут с вами торговаться, вынесут мозг, дадут копейку, а в итоге вы будете недовольны. Может быть, просто сказать им «давай, до свидания» и, да, действительно, ждать своего заказчика. Он придёт, как только у вас здесь переключится на то, что у вас Шанель. Самооценка у вас поднимется. Это энергетическая такая вот история. Вы привлечёте этого заказчика, и вы ему скажете, у меня реклама, там, за 100 тысяч. Он скажет «Ого, я вам сделаю скидку, там, 50% только для вас, но только с условием, например, что вы там должны, там, то-то, то-то, 100% предоплаты, например». То есть дайте ему какое-то ещё условие. Вам нужно... Короче, да, любите себя. Возбуждайтесь от своего изображения в зеркале. Это очень круто. Не обращайте внимания, я повторю третий раз, на анонистов, которые себе покупают. Это тоже хорошо. Другого они не могут. С уважением отнеситесь к их проблемам. Это их проблема. Это ваша проблема. Это всё. То же самое по дизайну. Ко мне приходят заказчики. Вы можете к своей любой теме это применить. Я говорю, я вас вдохновляю сейчас из себя, прежде всего. Приходит ко мне заказчик, говорит, мне нужен логотип, мне нужен стиль, мне нужен дизайн, мне нужна, там, я не знаю, сделай мне какую-то там одежду, да. Я говорю, я продаю не логотип, не дизайн какого-то крема либо концепции какого-то продукта. Я продаю свой взгляд, своё видение. Я продаю своё решение. Если я делаю логотип, это моё решение. Если вы ко мне обратились, ко мне обратились, то вы мне платите не за, вот, не за продукт, а за моё видение этого продукта. Вы ко мне обратились. И это стоит очень дорого. Это очень дорого стоит, потому что это моё видение. А будет стоить ещё дороже. И уйдут те, кто будет вам выносить мозги, пропадать. Ты говоришь, ой, вы знаете, у меня стоит логотип 5 тысяч. Он думает, блин, за что ему 5 тысяч? Давай ты мне заплатишь 5 тысяч и сделаешь ещё логотип. Ой, да, хорошо, возьмите 5 тысяч, портфолио будет у меня. Ну, это дешёвко просто. Если у вас нет работы, пойдите, помойте кухню, пойдите в тренажёрный зал, погуляйте в парке, почитайте толковые книги. И работа найдёт вас. Отпустите, перестаньте придавать значение вашей проблеме. Потому что это энергия. Люди чувствуют, это дешёвка. Он себя ведёт как дешёвка. Он себя не любит. Он бездарный, у него нет таланта. Потому что у вас-то написано, я дешёвка, вы мне можете вообще не платить, я вам сам заплачу. Это у вас написано. Это у меня было написано. И я решил в этом году поменять вывеску. Вот. У меня теперь Шанель. А раньше было всё по 36. Поэтому я надеюсь, что это видео вас вдохновит. Я не говорю сейчас о завышенной самооценке в плане пафоса. Вот я такая принцесска. Там, как мой приятель говорит, я говорю, дружище, где ты работаешь? Принцессы не работают. Ага, понятно. А я знаю, как он зарабатывает. Но это будет после 12, я вам расскажу, для взрослых. И любите всех людей, уважайте всех людей, уважайте ваших заказчиков. Но уважайте себя. Потому что даже если вы заработаете тяжёлым трудом какую-то копейку, в два раза дороже, потом вы потратите на лечение. Потому что энергия здоровья, она улетает. И психологические проблемы, физические проблемы, запивание алкоголем или чё чем-либо. Берегите себя, любите себя, уважайте других людей. И я думаю, что у нас всё будет хорошо. За вас. Я вас люблю. Пока.